Честно, волнительно даже рассказывать об этом, не то что находиться там. Представлюсь, кто может меня не знает, Ирина Тукало, директор компании «Город Кременчуг», квалифицировалась. Чтобы мне поехать в Египет, мне нужно было открыть уровень старшего менеджера. Я открыла и закрыла, и благополучно квалифицировалась. И да, мы все в одинаковых футболках, у нас они специально одинаковые для нас были. У нас там новые звания и будущие наши цели на этих футболках. Это тоже очень приятно со стороны компании, потому что каждому человеку, и перед этим у каждого человека компания спросила, какой размер футболки. И вот это, ну, каждому пошире такие футболочки. И я сейчас буду вам рассказывать, я сейчас вам буду рассказывать вообще, как я представляла поездка в Египет, конференция для менеджеров в Египте. Я думала, это конференция, где будут постоянные обучения. Но когда я увидела вот это расписание, когда я увидела это расписание у нас, вот, нам каждому дали вот такие вот, вот такие вот бэджики именные. И когда мы увидели вот это расписание, которое сзади, тут написано, бизнес-конференция с 9 до 13.00. Всего лишь, сколько получается, 4 часа. За 4 дня у нас была конференция всего лишь 4 часа, потому что и об этом нужно рассказывать, потому что многие люди, многие люди думают, что, думают, что если конференция Ари Плейн, так это значит, там будут тебя, ну, там, учить, и будут какие-то конференции, и секта там, и так дальше. Девочки, это было, ну, я настолько в шоке была, что первый день, когда мы заселились, мы прилетели в 11 сюда, и мы с 11 до 3 ночи, мы уже везде, где нас носило, где только хочешь, и мы узнавали эти все просторы, что, ну, о каком обучении может быть речь, и, ну, компания просто сделала это для того, чтобы мы отдохнули. На конференции, вот, на второй день, что у нас было? Опять же, организация была просто суперская, мы проснулись, у нас уже было расписано, у нас, вот, я еще расскажу, что нам давали. Вот, нам дали такую программу, это программа нашей конференции, вот здесь написано, какие страны были, вот здесь написано, в каких отелях мы были размещены, вот здесь написано, наш полностью график, первый, второй, третий, четвертый день, вот здесь написано, что можно делать, что нельзя, это у каждого была такая книжечка. Так, вот здесь написано, день второй, 6 октября бизнес конференция, в 8.20 трансфер возле главного входа, возле ресепшена, мы до 8.20 мы покушали, естественно, собрались, сиделись, нарядились и поехали. И опять все было в автобусах, автобусы классные, шикарные, комфортабельные, в автобусах кондиционеры, и что мне еще очень понравилось, там, ну, такая жара, ну, в принципе, да, 36 градусов, и в автобусах, везде, в помещениях, в каждом магазинчике, в каждом кафешке есть свои кондиционеры, которые работают, и ты, ну, там никогда не жарко. Честно скажу, если на улице, на море искупался, уже не жарко, но если мы заходим в помещение, то в помещениях не жарко, как у нас, вот, если вы заходите, люди сидят, им жарко, то тут, ну, очень шикарно, но насчет этих кондиционеров. И нас привезли в вот этот вот отель. Мы летим в отель Джоли Виль. Мы их и читать не научились до того времени, пока там были. Так, вот так выглядит этот отель. Но реально у нас отель был классный, ну, когда я приехала сюда, то здесь еще было круче, чем у нас. Так, идем дальше. Вот это мы возле нашего отеля, возле отеля на бизнес-конференции. Мы приехали с Толей Подвесной, девчонки уже были там, мы встретились там. Честно скажу, Wi-Fi не ловит, Wi-Fi не ловит, ну, телефон не работает, 2200 участников, сразу было как-то так, ну, страшно, что и не найдем друг друга. Но когда мы зашли уже в помещение, когда зашли в помещение, вот на следующем слайде я покажу, это помещение, это зал вместительности более 2000 человек. И как тут можно найти человека, да? Но все было расписано по странам. То есть и Украина сидела на вот этом самом первом ряду, и, ну, в принципе, там мы и нашлись, мы оставили места себе и успели и попотографироваться. И, ну, вот это вот наша команда. Фотографировались и с Пасмистом, и с Вильеркманом, и, ну, с самой командой. Фотографировались очень много, потому что хотелось все запечатлеть, хотелось все оставить в своей памяти. Ну, все счастливые, все довольные, все красивые. Ну, это реально было круто, и, ну, эмоции просто зашкаливают супер. То есть насколько красиво, вот посмотрите, насколько организовано, вот, ну, 2200. Просто подумайте, расселить, поместить, и 2200 из четырех отелей, это все компания продумывает за нас. Вы видите, но нигде никто, ну, ни на какой работе такого нету, ни на какой работе такого вам не придумают и не предложат. Здесь для вас же провели такой отдых, и еще его так красиво организовали. У каждого на стульчике было так же на конференции, у каждого на стульчике была вот такая тоже брошюрочка, вот такая. Здесь, честно скажу, не дошло время еще написать. Здесь у нас был маршрут к успеху по исполнению мечты. Тут что, ну, цели пишем, и что буду для этого делать. А вот здесь вот основные наши достижения нашей компании, ну, здесь цифры, факты. Ну, вот это, я сфоткаю, пришлю. Так, вот это было, была табличка Украина, была бутылочка воды, компания опять же думает, чтобы мы там не засохли, да, и бутылочка воды. Ну, вот это мягкие сидения, мягкий пол, ну, то есть ковролин. Очень было удобно, комфортно, я поехала на каблуках, думала там ноги устанут, но ничего со мной не произошло, было очень все комфортно. Так, и я немножечко сейчас расскажу по сландам. Я туда ехала отдыхать, понятно, но я привезла с тобой кучу информации, которую я хочу поделиться, потому что я хочу развиваться, хочу расти дальше. И меня очень просто впечатлили эти цифры. Вот на первом слайде, на первой картинке написано, вот, ну, флаги разных стран, которые были, да, и сколько людей было от той или иной страны. Украина была в составе 422 человека, и Россия 765, остальные страны видите потихонечку, да, помаленьку. Но просто, просто подумайте, просто представьте, 422 человека, и я уверена, что, ну, в принципе, может, 400 с этих людей не были за границей. 400 с этих людей не летали в самолете, не были в Египте, и никогда бы этого не увидели, может быть, ну, в этом году это точно. Благодаря компании Reflame, эти 422 человека сейчас с Украины, в очень тяжелое время они побывали здесь. И, ну, для меня это очень волнительно, очень, ну, это просто большая благодарность компании, что она такое делает. Вот на нижней картиночке, вот, за вот этот период квалификации, сколько новых уровней? А сколько из них из команды Севрука? Лиль, завтра узнаем, завтра будет у Алексея Николаевича вебинар по, будут делиться с командой Касатка, и завтра можно задать там тот вопрос. 120, более тысячи менеджеров поднялись на 3 и более уровней на лестнице успеха. Так как была квалификация подняться на 3 уровня, вот это тысячу людей поднялись на 3 и больше уровней. 613 менеджеров закрыли звание директор и выше. С этих людей, которые рискнули и пошли на квалификацию в Египет. Это было толчком, это было стимулом проходить квалификацию и остаться уже на уровне директора. И 120 директоров закрыли новые звания, благодаря этой квалификации на эту поездку. Сейчас идет то же самое с квалификацией на Анталию. Сейчас, если сдадитесь, если сдадитесь, не сдавайтесь, честно скажу, не сдавайтесь, потому что меня поддержат мои девчонки. Нам было трудно и трудно было уже в конце квалификации, когда нужно было уже отрыв по уровням, нужно было уже держать эти отрывы, эти уровни. Было трудно, но мы прошли, мы счастливы от того, что мы все-таки не сдались. Ну, бывало и трудно. Легко не будет, да, это не просто так. Но, в принципе, сейчас как подумаю, сейчас как подумаю, что, ну, а если бы сдались, а если бы все-таки, ну, не хватило у нас терпения, настойчивости, ну, взяли и сдались. И не были бы мы там, и сейчас бы просто сидели и слушали, как кто-то другой от этого отдыхал. Очень впечатлила меня девушка, вот, Оксана Ищенко, менеджер 15%. Девчонки, это инвалид, и эта девушка прилетела на конференцию в коляске. С лицом тоже какие-то проблемы, и она на коляске, не ходит человек. Она работает в интернете, она достигла уровня менеджера 15%, и она вместе, и она вместе со своим, ну, провожающим, компания и такое организовывает. Понимаете, как компания чествует вас и ваши успехи. Человек на коляске, человек на коляске никогда бы, она бы никогда бы не поехала, ну, наверное, никуда в путешествие. Здесь компания организовала это все. Можете себе представить? И просто подумайте сейчас, подумайте сейчас, почему жалуетесь вы, почему вы не можете проходить, почему вы, у вас не хватает кьюшки, или у вас не хватает, там, 75 баллов, или разрыв, или прорыв. Сейчас очень масса, масса у нас инструментов для работы. Таня Войцыцкая, я тебя вспоминала, ты умничка, и ты будешь здесь, и ты будешь в Анталии, и ты будешь везде. Есть, есть такие случаи, и есть, и это хорошо, что люди не поникают от того, что может быть со здоровьем чуть-чуть, ну, не так, как у всех, да, но человек стремится, и человек, я видела ее, с ней все фотографировались на вечеринке в белом. Ну, девочки, это, это тоже, это тоже такое признание, это тоже, человек сделал, и человека таким образом похвалили, и ей лично вручили цветы на сцене, Никлас Палкнист, за то, что она все-таки такое сделала. Это подбих, это геройский подбих. И вот на следующем слайде, посмотрите, это рост новых процентных уровней за период квалификации в Египте. Просто, ну, если кто-то думает, что в Арифлэм не растут, просто покажите этот слайд. 71 процент, ну, на плюс 71 процент, это новые уровни 3,6 процента. 79 процентов, и там написано на слайдах, какие страны. Вот там, где новые 3,6 процента, Украина вот третья. Там, где 9,18, Украина четвертая, 133 процента роста. Понимаете, это сейчас кризисное время. Просто если мне кто-то говорит, что 100, Арифлэм сейчас не растут, падают обороты или еще что-то, я с уверенностью вот эти цифры показываю. И вот эти цифры рассказываю. 133 процента роста, рост новых менеджеров, старших менеджеров, плюс 27 процента. Украина у нас вот на третьем месте, 99 процента. Рост новых директоров, плюс 14 процента. Украина у нас на первом месте. В Украине больше всего новых директоров за эту квалификацию. Вы просто представляете, как нам повезло, что мы находимся в этой компании именно сейчас, когда у компании идет такой рост. И все вверх, нету вниз, все идет вверх. Вот просто колоссальные результаты. Это тоже информация для тех, кто думает, если пришел раньше, значит будешь на высоте. Алена и Иван Родионовы зарегистрировались в 2013 году. Три года назад, да? Возьмем, к примеру, да? Три года назад. Их уровень, два с половиной года назад, их уровень был 9 процентов. Напишите в чате плюсики, кто есть сейчас. Напишите сейчас в чате плюсики, кто есть 9 процентов сейчас. У нас на нашем вебинаре. У нас есть 9 процентники. Все зависит от вашего желания. Вы можете сделать так, что через 2 года у вас будет 140 директорских групп в ваших структурах. Это все зависит от вас. Вы понимаете? Они закрыли 5 званий за год. 5 званий за год. Это с грязи в князи. Это очень подходит сюда. Не было ничего и есть все. Они сейчас путешествуют, они были, они тоже веселились, они тоже, ну, по-своему дурачились. У них тоже маленький ребенок. Она в декрете тоже точно так же, как и многие из нас. Просто у них есть огромное желание и у них есть огромное количество действий. Самое главное увеличить действия. Вот посмотрите на Аню Черну. Аню Черну, я думаю, знают все, да? В 2013 году она была директором Алифлейн, да? И сейчас, через 2 года, 7 новых званий за 2 года. 310 новых лидеров с уровня стаджер у нее в структуре. 310, понимаете? Кто не может сейчас найти себе партнера? Посмотрите на этих людей. Они обыкновенные. Они обыкновенные, совершенно обыкновенные. Такие, как и вы. Молодые Аня Черна тоже в декрете пришла. Она нашла свою систему, она нашла себе двоих-троих партнеров и пошла дальше действовать. И как только она запустила этот снежный ком, он просто начал, ну, так ускоряться, уже с такой бешеной скоростью, что уже его не остановить. И девушка на слайде справа, это китаянка. Регистрация в Алифлейн, 2014 год. И 13 групп за 1 год. 13 22% групп за 1 год. Это просто желание, это просто нет никаких, никаких отмазок, никаких причин. Она взяла и она просто делает. Она взяла себе 13 человек на обучение и пошла с ними нога в ногу и пошли работать. И они выносили за год, ну, до таких вот размеров. 13 званий за год. 13 групп за год. Ну, вот это шок. Вот это для меня шок, и нам вот эти шокирующие факты нам показывали. И если кто-то говорит... Ну, что компания не растет, просто смотрите. Или если кто-то вам скажет, что вот это только может быть там тот, кто пришел раньше. Есть люди, которые пришли раньше, там 10-15 лет, они там не сидят, где они пришли. Поймите, тут зависит все от вас. И вот это вот такая была тематика вообще конференции, на что обратить внимание. Рекрутирование, поддержание активности, ключевая команда и фокус на рост. Вот это четыре основные инструмента, на которые сейчас нужно обращать внимание. Запишите себе, запечатлите где-то себе скрин, сделайте. Так, были гости самой Швеции, да, и это был, как его, ну, я думаю, кто-то в чате мне подскажет. Вот наш, ну, специалист по области, в области по уходу за лицом. И рассказывали о новой серии, новой Эдштаб. И 7 лет разработки, 30 тысяч генов было использовано и 1000 активных ингредиентов для того, чтобы найти и запатентовать эту серию. Это есть патент, он рассказывал 15 минут. У нас есть это видео, где он рассказывал, Ира Пинкова, у Иры Пинкова эти все видео есть, мы их тоже подсказываем, чтобы вы посмотрели. Что компания делает? Компания делает нас моложе, да, и многие, 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 может, думают, что это неправда или еще что-то там, ну, что нельзя омолодиться с помощью там каких-то там ингредиентов и так дальше. Но клинически доказано, что с помощью вот этого комплексного ухода в 20 раз более упругая поза, если принимать это все комплексно. Вот это наша работа, делать людей красивее. Вот это наша работа. И в 16 каталоге кому-то будет, в 16 каталоге будет скидка полностью на этот набор. Ну, дальше будем с этим разбираться. Просто это рассказывал, это рассказывал специалист и переводчик рядом стоял, рассказывал. Он рассказывал, Алан Маван, да. Он рассказывал, Мануинский рассказывал. Она переводила все сразу. Вот эти люди, которые работают в этих областях 30, 25-30 лет, они для нас разрабатывают эти продукты, которыми мы пользуемся, еще зарабатываем все деньги и потом еще ездим на поездки путешествовать, чтобы дальше омолаживаться, да. Вот это наша работа, это наша работа. По 7 лет разрабатывают, а мы, а мы или другие люди начинаем критиковать ту или иную продукцию. Здесь есть факты. Так, и вот еще тоже факты. Это о поддержании активности, да. Вот, за 18 месяцев что произошло? Звание 6 370 директоров и выше. Ну, это по всему миру. Премии, на сколько выплачено, и выплаты, которые были выплачены людям. Видите? Как работаем мы в компании Replay? 67 стран, и вот это вот такие вот шикарные, рекордные результаты. И закон прямых компаний, MLM и прямых продаж властит, то есть активность должна быть на уровне 70% и выше. Это будет залог успешного роста по лестнице успеха. То есть о чем это говорит? То есть о том, что мы активно работаем, да, активно приглашаем других людей, но активно, ну, наша задача и пользоваться нашим продуктом. Ну, я, естественно, 100% потребитель, может кто-то там 20% потребитель, да, но наша задача выйти на то, чтобы мы были 70% потребителями нашей продукции. И смотрите, что будет, если поддержание активности нашей группы будет на уровне 70%, в полтора раза у вас увеличивается скорость роста команды и обеспечивает рост годового дохода в два раза и более, в два и более раз. И изначально, если я еще не пользуюсь на 70%, как может быть у меня в команде активность там 70%, да? То есть начните с себя и это вас приведет к еще большему результатам, к большему успеху. Как можно не пользоваться, как можно не пользоваться этим продуктом, когда он, ну, просто уникален? И вот смотрите, информация про наши каталоги. 100 миллионов каталогов печатается ежегодно на 40 языках. И каталоги у нас самые лучшие. Ни в одной компании нет таких каталогов, нету сколько акций, нету сколько страничек, нету сколько картинок, нету столько звезд и так дальше. 2,5 миллиона средний тираж каталогов для региона СНГ, 840 тонн бумаги на один тираж и 21 тысяча литров парфюмерного лака для ароматизации страниц используется в год. То есть для того, чтобы мы еще могли понюхать, ну, там, тот или иной аромат, компания выделяет 21 тысяча литров вот этого парфюмерного лака в год. Вот. И на что еще, на что еще сделали акцент и обратили внимание? Вот смотрите, ну, вот такой вот пример, привели пример с автомобилем, вот, когда человек покупает, когда человек покупает автомобиль, да, и, ну, вообще, каждый, вообще, ну, если мы работаем, ну, с продуктом, да, у нас есть продукт, и у нас есть условия, то нам ли, естественно, важно, чтобы с нами люди оставались, да, и, ну, например, там, сегодня взял там человек, да, там, гель для душа и больше не хочет там, или вы больше ему не показываете, потому что вы ему следующий каталог показали, а он говорит, я не хочу уже больше ничего. Просто постоянно, постоянно будьте, как сказать, ну, начекучи, вы будьте, ну, имейте подход, ну, каждому человеку, знаете, что человеку нужно. Потому что, как привели пример? Привели пример на машине. Когда человек покупает машину, он покупает машину на, ну, явно там не на год, да, и когда, например, там, Тойота, в центре Тойота купил человек машину, ему постоянно какие-то, ну, акции, да, какие-то, там, какие-то приглашения, приглашения на какие-то мероприятия от вот этого салона, да, какие-то вот, вот это событийный маркетинг, вечеринки, презентации, к примеру, презентация новой машины, да, и человека приглашают бесплатно, там, попить шампанское, послушать про новую машину, сфотографироваться в новой машине. Вот это точно так же, точно так же и у нас, в принципе, должно, должно процветать, потому что она, у нас, ну, что сейчас, сейчас очень большой акцент молодежи идет на, на этот бизнес, да, и почему начали делать такие модные тренды, запуски, модные такие вот конференции, куршеты, такие вечеринки, потому что идет молодежь, и нам нужно все-таки поддерживать этот иниж, поэтому, поэтому вот это очень особое внимание обратили на вот этот событий, маркетинг, вечеринки, презентации, выставки, концерты, там, в депиле, и как это можно сделать и нас, например, если там человек, ну, я, в принципе, так делаю, когда ко мне там приходят подружки, мы сразу там в ванной это все делаем, это все делаем, и, ну, там, какие-то новинки мои там испробуем, да, ну, а изначально человек приходит не, не испробовать мои новинки, да, а человек приходит там на какую-то вечеринку или еще что-то, то есть это тоже, ну, можно, ну, такой метод использовать. Ну, и плюс использовать те мероприятия, которые готовит компания, то есть это все наши мероприятия, куршеты и так дальше, то есть обязательно приезжайте, обязательно привозите с собой людей, потому что это модно, это хочется, и, ну, на это люди тоже идут. Лучшие рекрутирования, здесь у нас был тоже слайд D, и тут у нас есть Юля Слюсак и Вита Сабалгазинов, они попали в числа лучших рекрутеров по странам СНГ, вот это вот здесь они на сцене были, то есть очень приятно, да, ну, Юля Слюсарь, мамочка двоих детей, мамочка двоих детей, и у меня есть видео, как их поздравляли, тут есть видео, как их долго чествовали на сцене, под аплодисменты, под громкую музыку, такие бурные овации, и они стоят на сцене и понимают, что, ну, им, их компания таким образом благодарит за то, что они, ну, стали лучшим рекрутером. Ну, а что такое лучший рекрутер? Ну, в принципе, это не особо такой тяжелый труд, да? Так, количество, и вот как такая вот формула, да, разговаривали о том, чтобы была ключевая команда, потому что без команды вы в этом бизнесе далеко не пойдете. И какая должна быть ключевая команда, когда вы на уровне 9%, напишите еще раз, кто на уровне 9%. У вас, ну, вам хватит одного партнера, то есть, когда вы сейчас на 9%, напишите, есть у вас уже один партнер? Кто на уровне 9%, напишите, есть у вас один партнер уже? Есть, это хорошо. Когда вы будете на уровне 12%, у вас уже должно быть 12 партнеров, 2 партнера. И это хорошо. Пускай они будут по 9%, по 6%, но это уже хорошо. У вас есть 2 ключевых партнера. Когда вы на уровне 15%, у вас 3 ключевых партнера. Когда вы на уровне 18%, у вас 4 ключевых партнера. Когда на уровне старший менеджер, у вас 5 ключевых партнеров. И когда на уровне директора, у вас 6 ключевых партнеров. И с шестью людьми, которые будут вместе с вами, командой работать, вы сможете стать уже директором. И дальше ваша задача вашим шестью людям найти по шесть. И у вас будет ключевая команда. И что такое ключевая команда? Твой рост это развитие новых лидеров. Заботьтесь о своих людях, которых вы пригласили. Начните беспокоиться за них, начните переживать за их доходы, за их рост, за их движение по карьерной лестнице. Начните помогать им. Работайте по системе. И что сказать? У нас система есть, и это классно, потому что есть много людей, у которых еще нет системы в интернете, к примеру. У нас есть система, ее легко повторить. И давайте будем вместе ее повторять. Вместе, но не вместо. Знаете, никто ничего вам не должен. Вы пришли в этот бизнес построить, вы пришли в эту компанию построить свой бизнес. У вас есть помощники, у вас есть наставники, но ни в коем случае никто вместо вас ничего делать не будет. И очень было впечатляющее. Это было очень впечатляющее. Когда начали приглашать, мы не знали, что будет Владимир Полежаев и Снежана Полежаева. И когда их пригласили на сцену, и когда их пригласили на сцену, но это очень для меня мотивационно. Для меня, я слушала каждое слово, и я поняла, и я поняла каждое слово, что они сказали, что они хотели передать. И я про, я записала это выступление, я выставила его уже. Это очень умные слова. И это слова, которые, которые, ну, которые, ну, мне помогли. Эти слова мне помогли. И Снежана очень, ну, она молодая девушка, она рассказала, что она была уже 40 раз, более чем 40 раз за границей от компании Арифлейм. Три раза в год совершенно бесплатно она ездит, она была 50, но 40 раз за счет компании. Она молодая девушка. Что нам так мешает? Что нам так мешает? Мы тоже молодые, у нас тоже есть семьи, у нас тоже есть какие-то желания, какие-то мечты. Это легко повторить и сделать. И у нас был один наш, ну, с нами был парень Юра Еременко, это Дмитрия Бондарчука, менеджер, который, ну, который очень любит лидеров, да, и он пробрался к нему за кулисы, взял у него автограф и сфотографировался. И потом прибежал, нам сказал, и мы побежали через, тоже через весь конференц-зал, нашли их за кулисами. У меня есть, у меня есть Нижанин автограф, ну, для меня это важно, ну, для меня это важно. Она мне написала, я знаю, я знаю, с каким чувством она это писала, с какими эмоциями и что она мне здесь хотела передать. Я это знаю, потому что, ну, как бы, я, ну, для меня это важно. И мы сфотографировались, ну, это было классно. Простые люди, они не спрятались, они не спрятались, у них не было охраны, их не запихнули там полностью забетонированный какой-то джип, чтобы их никто не видел. Они были перед людьми, они стояли, выстояли, написали всем, сфотографировались со всеми и спокойно уехали себе дальше. И не приехали. И для кого? Просто, просто представьте, для кого они приехали? Для менеджеров всего лишь навсего. А это топ-1 мира, топ-1 среди всех 67 стран. Они приехали, прилетели для того, чтобы менеджерам дать какие-то настановления. Вот это то, вот это то, что, зачем я ехала? За этими эмоциями, за этими впечатлениями, за этими знаниями, за этим опытом. Было очень много историй, все истории мы записали, очень много директоров делились своими историями. Мы все истории записали, будут они на ютубе тоже. И для меня была важна каждая история. И я после каждой истории какие-то выводы делала, это было вмен опытом. Но я рассказала именно про работе, именно по работе, про отдых, пускай девчонки уже рассказывают. У меня есть все на страничке, как я отдыхала. И есть фотографии в купальнике, и есть фотографии под водой, и видео под водой. И, ну, то есть, я отдыхала я тоже. Но именно вот это то, зачем я ехала. Вот это, это именно для меня. И всем желаю, всем желаю, постройте себе ту жизнь, которой вы будете гордиться. И здесь это возможно, и здесь мы это делаем. Поэтому я сейчас уже с вами прощаюсь. Сейчас у нас будет кто следующий, напишите мне в чате, кто будет следующий сейчас. У нас еще целых две вечеринки с вами впереди. И еще система, все включено. Так, сейчас будет Ира Пинкова, все, я выключаюсь. Ир, нажмешь запись сама, хорошо? Будет по кусочкам у нас. Все, я выключаюсь. Не сдавайтесь, идите до конца. Все тогда, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok